Добрый вечер! 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 менее радоваться за поспехи инших. Мне очень нравится. Я уже в седьмой или восьмой раз на празднике города Мозырь. И всегда с радостью приезжаю. На этот раз со мной приехали коллеги, которые впервые из Беларуси. Они в восторге. Я очень люблю Беларусь, Полесье, людей здесь. Мы рядом, всего 90 километров от Беларуси. У меня здесь много друзей, близких. У православном свете сегодня означается одно из головных святов – рожство про Святой Богородицы. Гэтый день верники починают с молитвы и по мягчимости идут в церкву. Во всех девочих храмах Гомеля и в области пройшли святочные набаженствы. Про тяг темы в нашем наступном сюжете. Яна жила на рубеже старого и нового заповеду. И ее призначение было вызначено еще до народжения. Повод для падания батьками Мары были проведены яким и Ганна. Долгие годы их великим смутком была отсутность детей. Пеша и одина и дитя Господь послал им только у глубокой старости. Народженная девчинка и была будучи святой. Испокон веков в этот праздник, естественно, каждый православный христианин уготавливал свою душу покаянием к тому, чтобы в последующем причаститься к святых христовых тайнам, что сегодня в храме многие это и делали. То есть нужно было несколько дней попаститься, специально подготовиться для того, чтобы сегодня принять в себя Христа на причастие. Обдарование дашки, яким и Ганна, ввести у анел. Он же захадал назвать девчинку Марии. До наших дней эту историю донесло святое писание. Сегодня же рожаство Богородицы для верников – это символ надеи, из какой батьки Марии молились обнароджении дашки. Меня зовут Наташа, это мой сын Андрей. Мы иногда приходим в храм. И сегодня мы пришли отдать дань этому празднику. И, наверное, хотели, чтобы Богоматерь помогла нам вырастить Андрея. Ну, не такого, как ее сын. Ну, как бы мы не сможем настолько приблизиться. Ну, достойным хотя бы человеком. У меня есть еще дочка, которая ходит в воскресную школу в этой церкви. И надеюсь, что сын тоже будет ходить. Вау Сходних Славян у гэты дзинь Богородицы дякують за новый ураджай. Личится, что и она отдает добробытая, ховая, семейная счастья. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телер, радиокомпания «Гомель». Далее в спорте. Команда Гомельского облспожил Союза заняла первое место на 27-мой спартакеяде Белорусского республиканского союза споживецких товарыствов. На протягу двух дзенка операторы из всей краины демонстровали выдатную физподрыхтовку, командный дух и волю до перемоги. На динамичных и ведовичных споборництвах побывала наша сдымочная бригада. В Гомеле финал республиканской спартакеады Белкап Союза проводился в порядке очередности после шестилетнего перерыва. За победу боролись команды из всех областей и аппарат оправления. Всего около 150 человек. Открытие соревнований напоминало шоу талантов. Кор мальчиков подбодрил участников песни. Девочки из группы черлидинга исполнили зажигательный танец. Йоные мастера тайквандола мали дощечки. Изюминкой же стало выступление маленьких звезд циркового искусства. После старта закипели баталии. На волейбольной площадке под звуки судейского свистка шла напряженная борьба за каждый мяч. К слову, под эгидой Белкап Союза функционирует физкультурно-спортивный клуб с филиалами во всех областях. Различные секции работают в семи учебных заведениях потребительской кооперации. Там молодежь, которая поступает учиться, она с первых же дней привлекается их занятием физкультурой и спортом. И это помогает потом и в дальнейшем. Большинство работающих в потреб кооперации – женщины. Но то, что их хрупкие плечи привычны к нагрузкам, стало понятно на состязаниях по легкоатлетическому многоборью. Мужчины, помимо того, мерялись силами на перекладине. Один из победителей – 52-летний представитель команды из Гродно, который подтянулся 22 раза. Итоги состязаний подводились на торжественной ноте. Вчерашние соперники без натяжки и формализма аплодировали друг другу. По количеству наград лидером стала команда Гумельского углупотребсоюза. На втором месте спортсмены из Гродно – бронза у представителей Могилевской области. Но по большому счету проигравших не было, а только лучшие из лучших. Спартакиада показала, что в самом деле есть потенциал огромный у наших людей, которые стремятся к тому, чтобы быть здоровыми, умными, красивыми и приносить пользу нашему обществу, нашей родной Беларуси. Руслан Пролесковский, Олеся Руденкова, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гумель». На этом выпуск завершен. Добрых вам новинов и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин